Раиса Николаевна показывает канализационный люк, из которого в разгар сезона просачивается вода. Приходится долго приводить двор в порядок. Дом находится в центральной части города. Рядом гостиница и кафе – шашлычные пирожковые пиццерии. Я хочу, чтобы мне не заливало. Двор не заливало. Чтобы чистили, приезжали водоканал. Нормально. Вот сейчас откроют люк, да, посмотрите. Там жиру, ужас один. Она пришла на прием к главе муниципалитета. Представитель центрального рынка и гендиректор водоканала заверили, что за коммуникациями следят. Юрий Поляков потребовал дать конкретное предложение, как решить проблему подтопления двора на Обчанке, а также обследовать коммерческие объекты. Нужно отмониторить всех, кто там находится на этой улице, кто сливается в эту канализацию. У вас же, наверное, есть документы, да? Наверное. Если это объект общественного питания, и там нет жироулавливателя, это отдельный. А вопрос, вы обязаны заставить его поставить, иначе пусть он сам тогда берет и чистит, и платит вам за то, что вы чистите. Другая проблема. Разросшиеся деревья на улице Горького. Такие ветки могут оборваться с сильным порывом ветра. В управлении ЖКХ сообщили, что подрезка запланирована на осень, о чем еще месяц назад был составлен акт обследования. Юрий Поляков поручил взять этот вопрос на контроль и намерен лично приехать и проверить выполнение. А это уже жильцы многоквартирного дома по улице Лермонтова, 116. По их словам, во время дождей протекает кровля, а в подвале и подземной парковке скапливается вода. Однако главная проблема – нехватка электроэнергии. Дома до сих пор запитаны по временной схеме. Новая подстанция необходимой мощности обнесена аккуратным забором. Все было нормально, застройщик сдал вовремя, передал нам ключи от квартиры, но в ходе эксплуатации оказалось, что он не ввел в эксплуатацию трансформаторную подстанцию, из-за чего не введена в эксплуатацию индивидуальный типовой пункт, и у нас в доме отсутствует горячая вода вообще, а свет находится сейчас на временной схеме, и у нас систематическое отключение света по 8-10 раз за день. По словам жителей, застройщик проблемы признает, во дворе видны следы работы, однако темпы, которыми они ведутся, собственников квартир не устраивают. Юрий Поляков подчеркнул, муниципалитету не нужны такие застройщики, которые своей деятельностью приносят проблемы. Главному архитектору он рекомендовал занести застройщика в черный список, а заявителям гарантировал всестороннюю поддержку во всех инстанциях. В суд подавайте, поддержим, а в суде. То есть это неправильно. Для нас он уже в черном списке. В данный момент в муниципалитете организуют трехстороннюю встречу, уже с участием застройщика и управляющей компании, для того, чтобы людям дали объяснение и называли сроки устранения нарушений. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.